У нас Саня в мяч прыгает. В мяч, в мяч. Вот так вот выглядит человек, который не занимался месяца два, три. Ой, бля. Ласк, парни, всех победят. Давай, давай. Ласк, наобоёк, я тебе говорю, как ты мне слова тебе говоришь. Занимаем свой выходной. Володя, как самочувствуешь после игры? Эмоциональный. А можно меня не снимать? Можем засмотреть даже. Пленника поснимай, посмотрите, какого не ореха. Человека, блядь. Вот Володя Чахлый. Нацепился, блядь, 40 килограмм. Сейчас посмотрим, как он будет работать. Почему так ты делаешь? Есть объяснение твоему движению вот этого? С установкой? Взрывная сила. Давай, методика. Груточка немножко сразу. Ой, грудочка. Я замечаю, что во многих тренажёрах нет тренажёра на обратную гиперэкстензию. Только ты, получается, наклоняешь не корпус, а наоборот ноги поднимаешь. Опускаешь, поднимаешь ноги. То есть вот эта часть создадиста. Чё ты как соска присаживаешься на член? Дневник футболиста. Четвёртый сезон. Дневник футболиста. Очень серьезен. Ням. Ням. Вызываю матч у нас. Побольше углеводиков. Перед игрой. До Москвы, значит, ехать пару часов. И я буду это делать вот на этом матрасе. Мы должны поймать фокус. Мы должны сюда ловить. Сейчас поймал, а сейчас нет. А, я же облокотилась. У тебя должны быть скользкие волосы. Ты же пользуешься качественными шампунями. Вот это ты скользкий. Вот это сейчас, конечно, ложа была. Мы сегодня едем на одно из достопримечательных мест. На сероводород. Источник. Я не знаю, насколько он чудодейственный. И как благоприятно сказывается на здоровье человека, ну, мы едем туда с другими целями. Чтобы пробежаться и чуть-чуть позаниматься. Пристегнуться все правильно. Стоит просто. Бляжу, чисто в спину. Ничего. У нас Саня в мяч прыгает. В мяч, в мяч. Он мрол тут, аль. Как катиться тогда? Володь, ты, конечно, молодец. Но, сука, ты должен был выигрывать на втором этаже, там, в моментике, блядь. Ебать, ты это видел? Тут мяч падает, как это, на беговой дорожке. Гимнастики. И гасит его. Ебать, ты боялся в тебя въебаться сейчас. С Голубины запрос штрафную. Набежал сюда мяч штрафной. В Волге на опасной передаче. И Тёмина сейчас вдвоем лишили мяча, но после этого снова подбрасывал мяч назад. Туда, где не было никого из его партнеров. Ну, в итоге, калужане сейчас открывают счёт, воспользовались этой ошибкой стройки. Они каждый раз сейчас заставить побегать вот эту атакующую тройку. Блистоящих ним пою защитников. Защитники Томоги. Ух, как в перекладину сейчас. Стреливают. Вот сейчас получает мяч Никита. Люди бросаются в подкат. И ещё одна жёлтая карточка. Наоборот, Требащик, весь стайм прыгал справа. Погорел слева и менялись ими бросами. В итоге входы пирантами. Да и вместо представительницы в атаке, там, если бы, и не получали с пирантами. Вот сейчас решили немного изменить. Вот такой удар! И вот такой гол! По сути, можно назвать его воспитанником. Жёлтый-синий. Теперь после этого побывал в Академии Спартака. Поиграл за молодёжку Тосной. Сейчас на лужане быстро вновь выходят вперёд. Хороший заброс. Перенимает мяч на грудь. В одно касание на институте. Удар должен идти по нижней. Спасибо. Должны точно забивать, блин. Чуть-чуть проспали, вспышку на ход опять залетел. На видео посмотрим, откровенно, тем в каждой игре это не эпизод. Только бывало, что они голом, даже ворота не заканчивают. Смотрите, закончусь. Молодцы! Давай! Молодцы, папа, всех победили! Давай! Больше всего понравилось лично мне, как отреагировали на гол. Да, пропустили. Не бросили играть, не расслабились, а именно начали момент, забили, ещё моменты были. Молодцы! Вот этот характер, он уже начинает складываться так, как нужно. Точку спокойно. Я ещё когда-то не включился, хотел, чтобы под себя отдали, но там... Тебе поставили, ты в девять слева обойдешься. Хорошо, что мне не хотели. Хорошо, что покатили сервер, нахуй, он забил. Я своё дело сделаю передачку. Мы же должны. Нам работали. Заберёте? Премиальный за игру. Шутка. Суточный. На. Я ещё полтинник должен буду. Ладно, самое главное. Выиграли. Завтра выходной. И полноценно будем готовиться уже к следующему домашнему матчу. Копить эмоции, разбирать свои ошибки. В общем, ничего не меняется. Нужны победы. Продолжение следует... По твоим глазам вижу, что вообще не очень ты хочешь. Сегодня будем ориентироваться на твой пульс, потому что приводим тебя в форму. Ань, всё, теперь я буду заниматься твоей формой. Мы сегодня бежим с тобой, знаешь, сколько? Я возьму самый лёгкий темп, а потом мы пойдём на турнички. Вот так вот выглядит человек, который не занимался месяца два-три. Не в тренажёрном зале. Давай, соберись, тряпка. Я хочу в паре, у меня выходные. А я должна приезжать и заниматься всякой херью. Ну, по идее, должен был вот так красиво вверх уходить. А, где? Дай, 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 фокус. Прям посерединке. Замри. Вот, сфокусировал. Кажется, ну, не очень. Не хочу ничего. А чё ты, уху, там, эр? По наставе. Давай, тряпка. Да не читай. На тебе в руки специально бьём. Покажи его. Давай, в руки. Вот это туда покажи. Ой, бля. На, лёг. Ты чё, там такая пуля, блядь. Ты чё, там такая пуля, блядь, блядь. Вот это труп там на воротах, конечно. Да, 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 я видел твои, вот эти вот, вот это вот, поджим. Бейте ему всю на силу, блядь, в руки прям. Ух, блядь. Блядь, пою. Всё. Сбрось, сбрось негатив, Олёк. Что там такое? Да ты посмотри на него, блядь, просто. Вы, вы не умеете, шаг. А, Голян, ты там. Блядь, хороший. Давай, кувыркайся. Да, дай, он не будет. Только Федя проиграл. Федя, а одного, блядь. А что ты, давай, стоишь, чтобы. Ух, ты между, дал тебе. Оставь. Сань, ну надо поработать с ударом, нет. Бить совсем не будет. Вроде школа. Ну ты же понимаешь, у защитников другая функция. Я хотел, я сейчас изучаю окручённый удар. Надо время на это, видишь. Нет времени на практику. Давай, серый. Володь. Аккуратно, смотри, точнёхонько. Оп. Всё, хорми, Сос. Серёж. Слышь, пятки. Вы два трупа вообще. Сюда просто давай, я пятка вкладываю вот так вот. Хорошая. На. Да какая пятка, всё. Нормально. Гуд, гайс. Гуд гейм. Брат, ну пообщись со мной. Нет, у меня не хочу. Пообщись со мной. Не хочу. Где твоя камера большая? Я её разобью. В последней серии влога я разыгрывал Бутса Пума. Вам нужно было ответить на вопрос, почему вы в футболе. Вы ответили. Причём комментариев было просто огромное количество. Я, конечно, такого не ожидал. Их было более 350. Все, все, все. Их я прочёл. Были огромные истории. Были жизненные истории. Были приколы. И в основном были они от моих друзей, которых была возможность победить. Но я сказал, ребят, тут не по блату. В итоге мы набрали рекордное количество комментариев. Также мы набрали рекордное количество лайков. Бутсы нашли уже своего победителя. И это вот такой вот комментарий. Спасибо вам за такую активность. В любом случае не отчаивайтесь, потому что в будущем будут обязательно розыгрыши. Поэтому давайте вернёмся к видео. Я вернусь к своему чаепитию. Мой отпуск заканчивается. И я возвращаюсь домой. Также в связи с предсезонкой у меня будет небольшое время индивидуальной работы. Она будет ориентировочной около месяца. И я прошу вас перейти в сообщество. И пройти опрос. Также это будет в группе ВКонтакте. Женька, мы с тобой сегодня за контролем или за терроров? Конечно за терроров, блин. Ну чё, он саражит. Чё, травишь что ли? Ты знаешь, что это Юрич оказывается Макгрегор на минималках? Классничество. Конор? Конор. Я храбит. В реальном бою, когда вы начнёте стрелять, у вас автомат Калашникова будет уходить в сторону из-за того, что у него есть отдача. Соответственно, в игре это делать запрещено. И если вы почувствовали, что вас убило с первого выстрела, знайте, это я. Саня, такой смешной я сейчас тут. Я вот зишку взял. Surprise, motherfucker. Нарек, а где аптечка? А как в Марио грибок. У помощника, который не приехал. Давай домой! Я ранен! Пацаны, нужно прикрытие! Я ранен! На вышке есть кто? Да, да, один сидит. Бля, у меня ноги закислились уже передние. Жек, ты в тольяте так же ходишь? Я в тольяте с ножом хожу и вот так убит в бою, глядя. Улёг с ними. Сладенький, сладенький, сладенький! Володь. Тихана. Три, два, один! Мне сейчас просто, знаешь, что интересно? Мы с тобой позанимаемся. Посмотреть, сколько я калорий потеряю в твоём режиме. Пошёл какой-то. На, 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 на! Ну знаешь, то, что дорожка для твоих суставов, особенно для твоих колен, тоже не совсем хорошо. Можешь говорить чуть погромче? Да не могу, не отвлекайся, всё, побежали. Я колебал. Стучит? Да. Стоп. Да, сюда. Слушай, я тебя так убью, у тебя пульс 220. Ты просто в красной зоне сейчас. Сейчас 200. Тебе надо намного меньше темп, малыш. Да, нормально. Дистанция 3,4. Способность тела сжигать жир во время тренировок. Работали, значит, мы на небольшом пульсе. Конечно, не совсем мой темп, но немножко подкормили сердечко кислородом. Правда, она немного закислилась. Нормально. В следующий раз она оденет этот пульсометр, и я буду следить за её пульсом, чтобы она не упала в обморок. Ты нормально, что? Потому что ты мне ещё нужна. Такой стиль Букинбаура, середина 70-х годов. Экспериментик у меня, помнишь, был во время отпуска, когда я подтягивался и жим делал. Как раз я тогда дошёл до 20 подтягиваний. Там уже последний почти как не последний был. Кстати, я ещё не доснял видео. Тысячу лет я уже не подтягивался. Немножечко силы у меня потерялось. И я хочу, я хочу сейчас попробовать и узнать, сколько же я на данный момент смогу потянуться. Сколько даёшь? Мало даю. Ну быстрее. Ну раз 15, 13. Ребята, веришь в меня, конечно. Два, девять. Ну я же говорю раз 13. Десять, тринадцать. Четырнадцать. Я угадала. Я правильно сказала. 13-15. Да, опять. Саня, Саня! Синяя захвачена! Пацаны, блядь, голову! Держите вот эту, блядь! Водичка нужна сейчас вообще. Николаевич! Вода где? Берёзовый сок надо искать. Меня кто-то вот так вот сейчас это стрелял. Что это за бред? То же, значит, что это за выстрелы? Вот это вот здесь. Там, может, и кулак оттуда может прилететь с обратной стороны. Лёд, это ещё корышки. Ловчик, давай, давай. Выхваивай! Вперёд, вперёд! Занимай. Всё. Не выпускаем их. Давай, Диман, нарывовочек, нарывовочек, Диман. Сань, 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 ну чё скажешь? Я доброта! Чё, ветеранчики сегодня, да, повозюкали молодых и зелёных? На ноль сзади. Вообще без шансов. И захват флага, и разминка, и обезвреживание бомбы. Всё взяли. Ребята, значит, потеряли мы одного бойца. Мы потеряли его ещё вчера. Во всём был виноват, конечно, тортик. Произошёл небольшой инцидент, после чего Лёша сказал, что больше меня не снимай. Больше я не хочу участвовать в этом. Сегодня у нас Сашка стал чуть-чуть постарше, ветеранчик, он тортики принёс. Молодец какой. Ещё хотел каждому по конфетке раздать, как в первых классах школы. Как ты так делаешь, Серго? Я, Лёшка, люблю есть тортики перед тренировкой. Иди ко мне в ротик, мой слой. Какой вкусный крем. Кстати, это не я спровоцировал. Поэтому, если вы хотите, чтобы Лёха вернулся во влог, пишите в комментариях, вернись Алёше. И надеюсь, он вернётся. Снова обидное поражение. На самом деле, не особо хочется говорить об этом. Не знаю, с чем это связано. В ближайшие дни мы будем разбираться. Самое страшное, не хочется, чтобы приходило понимание того, что мы становимся посредственной командой. Второй тайм, конечно, он был лучше. Не пропустили. Именно в самом начале сделали правильный прессинг. Был такой системный отбор, который должен был быть на протяжении всей игры. Но, к сожалению, он был именно в небольшом отрезке. Что, в принципе, и поспособствовало голу. Потому что был штрафной заработан, после которого мы и забили гол. Но потом как-то подсели. Не знаю, то ли общее состояние команды. Чуть тоже устали. Встали. Хотя, в принципе, и опять же, были подходы неплохие. И удары были. Но, к сожалению, не забили и проиграли со счетом 1-2. Что касательно моей игры, то, в принципе, эмоций у меня хватило. Также ментально, психологически я был в нормальном состоянии. Неплохо выходил из трессингов в каких-то определенных моментах. Единственный момент, который у меня случается уже второй раз в этом чемпионате. Причем до этого у меня не было таких сильных ям, провалов в плане физического состояния. Я очень себя плохо чувствовал. Не знаю, с чем это связано. Я буду искать, конечно, причины, почему такое случилось. Но уже второй раз у меня прям такая жесткая задышка в самом начале игры. После чего мне не хватало времени восстановиться. Перед предыдущей игрой я делал индивидуальную работу. То есть какая-то у меня беговая работа была восстановительного характера. На этой неделе у меня такой работы не было. В следующем цикле я все-таки также проведу работу, посмотрю, сделаю самоанализ. И все-таки надеюсь, что к игре подойду в оптимальной форме. Мы должны выигрывать эти матчи. Не знаю, что нам мешает. Но, надеюсь, в ближайшем будущем ситуация, конечно, поменяется. И будет именно вот этот ряд побед, которые сейчас необходим команде. Понравилось видео? Ставь лайк! Подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Также мы есть в группе ВКонтакте. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!